Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Секреты управления» и ее ведущие Александра Приколота и Наталья Шастун. Здравствуйте! Я с большим удовольствием представляю Тихона Смыкова. У нас сегодня в гостях обаятельный генеральный директор Inventive Retail Group. Здравствуйте! И сегодня мы хотели бы поговорить с вами о секретах управления в области ритейла, что это, тяжело ли это, какие бренды входят. И пару слов я хотел бы, чтобы вы сказали о своей компании, о том, что она объединяет, что это такое для наших зрителей. Ну, хорошо расскажу. Здравствуйте, дорогие зрители нашей компании. На самом деле группа компании Inventive Retail Group занимается управлением, есть портфель монобрендовых розничных сетей. Я думаю, что те люди, те из вас, которые ходят в торговые центры, наверняка видели наши магазины. У нас есть сеть магазинов Restore, это монобрендовые магазины Apple, есть сеть монобрендовых магазинов замечательных техники Samsung, есть прекрасная сеть магазинов развивающих игрушек, конструкторов для детей Lego, есть сеть магазинов спортивной одежды, спортивных товаров Nike и есть сеть магазинов Sony. Вот такое достаточно разнообразное у нас хозяйство. А чем-то отличается между собой управление этими монобрендовыми магазинами? Есть ли какие-то отличия в том, что управляет магазином Lego или магазином Restore? Как, может быть, по разуму подбирается персонал? Здесь должны быть люди одного типа, здесь другого. Есть какие-то тонкости в подборе персонала, например? Конечно, есть тонкости. Есть бесконечное количество тонкостей, только есть одна вещь, которая объединяет все эти направления. Во-первых, это роечная торговля, во-вторых, это управление специализированными магазинами, в-третьих, это управление монобрендовыми магазинами, в-четверых, это управление монобрендовыми магазинами, ориентированными на средний класс. Что значит на средний класс? Значит, что магазины расположены в тех местах, где представители среднего класса покупают. То есть, главным образом в торговых центрах. Вот это вот объединяет. И на самом деле большинство процессов управления специализированным магазином так или иначе выглядит подобным образом. То есть все эти магазины обслуживают один и тот же бэк-офис. Одна и та же бухгалтерия, один и тот же IT-отдел, во многом те же самые информационные технологии, один и тот же отдел персонала, понятно, что учет кадров один и тот же. Ну и все обеспечивающие процессы, включая логистику, можно этот список продолжать. Тут примерно все одно и то же. Ну понятно, что у каждого бренда есть своя специфика, которая связана на самом деле с знанием бренда, с представлением этого бренда, в общем-то, собственно, с розничной торговлей. Понятно, что каждая розничная сеть, как розничная сеть, как магазины, управляется отдельно. В этом, собственно, и идея бизнеса, управляясь подобными бизнесами из единого бэк-офиса, получая за счет синергию. Что можно как раз в связи с этим, что у вас технологии везде едины, существует некая взаимозаменяемость, вы можете легко менять директора из одного монобрендного магазина, ставить в другой. То есть это в связи с тем, что технологии универсальны, то это возможно делать. Ну, я про это ничего не сказал. Я сказал, что обеспечивающие процессы одни и те же, а управление розницей, собственно, разное. Это значит, что в разных сетях работают разные директора и вертикаль управления розничной сетью. То есть, как это происходит? Есть магазины, да, магазины объединяются в территории, территории фактически объединяются в направлении. Так вот, у каждого направления есть свой директор, есть территориальные директора, есть директора магазинов. Конечно же, взаимозаменяемость есть. То есть можно взять директора из магазина Samsung, привезти его, если он, конечно, захочет согласиться в магазин Lego, переучить его, ну, и, в общем-то, привести к тому, чтобы он хорошо работал. Понятное дело, что переучивать его придется быстрее, чем внешнего человека, потому что он про то, как устроена компания, как устроены процессы взаимосвязи с организацией, с бэк-офисом, как устроена отчетность, это он все знает. Но, понятное дело, что он совершенно ничего не знает про продукт, совершенно ничего не знает про то, как построено снабжение товаром и все, что с этим связано. Но и, в общем-то, в этом смысле прямой замены быть не может. А вот вы нам сказали, что у вас нет управляющей компании. Расскажите вот нашим телезрителям, как сэкономить на управляющей компании и при этом сделать успешный бизнес. Вот немножко об этом. Приоткрыли вы немножко зависту за кулису в этом вопросе. И у нас нет управляющей компании в юридическом смысле слова. Конечно же, виртуально управляющая компания у нас существует, она просто не выделена в единое юрлицо. Это несколько отдельный блок вопросов. Если интересно, можно этого коснуться. Управленческая компания один директор, который следит за всеми пятью сетками. Или как это выглядит? Смотрите, эти вопросы, которые касаются, в моем понимании, во многом корпоративного управления, которые, безусловно, у нас существуют, но при нашем текущем масштабе, а мы сейчас, ну, не маленькая, конечно, но средняя компания у нас, пород, в прошлом году порядка полумиллиарда долларов в России составил, мы считаем создание полноразмерной управляющей компании пока еще не целесообразным. Какой должен быть оборот у вас, чтобы вы считали это уже целесообразным? Вот к чему вы стремитесь? Мы не стремимся ни в коем случае к созданию управляющей компании. Мы стремимся к большим цифрам. Да, мы стремимся преодолеть, с точки зрения оборота, цифру в миллиард долларов. В 2014 году мы это, вероятнее всего, сделаем. Мы управляющую компанию создадим и по мере необходимости, пока мы этой необходимости не видим. При этом, да, конечно, команда менеджеров, которые управляют всеми бизнесами, да, в том числе в моем лице, она существует. Мы просто, ну, совмещаем работу в разных юрлицах, если говорить про юридические нюансы. То есть формально вас нет? Вы есть только неформально или как? Формально такого юрлица, который обозначал бы Inventive Retail Group, действительно не существует. Но это такая достаточно общая практика, это вовсе не является обязательным. А, Тихан, еще хотелось бы узнать, вот по вопросам персонала там или по вопросам IT, вот какие наибольшие сложности существуют вот при формировании, например, команд на ту или иную сетку, там, вот, и какие самые большие сложности с чем возникают? Ну, тут надо определиться с персоналом или с IT, потому что IT у нас, как я уже говорил, универсальна, и сложности, конечно, есть приложения к каждому направлению, но они всюду разные. С точки зрения персонала, там, действительно, сложность всюду одна, чтобы заниматься бизнесом, вот таким, как наш, это бизнес, посвященный, да, в той или иной форме какому-то бренду, надо находить людей, которые этот бренд очень любят и готовы очень сильно в это погрузиться, себя этому посвятить, и в этом и есть загвоздка. На самом деле в этом, я бы даже сказал секрет успеха, потому что, ну, например, чтобы ввести монобрандовый бизнес в бизнес Apple, надо, чтобы в те люди горели Apple, и этих людей, наверное, даже фанатами, вот здесь право, этих людей надо найти, найти их, как правило, невозможно, соответственно, их надо подобрать, их надо воспитать, и самое главное, да, что нужно, чтобы построить более-менее масштабную сеть такого формата, надо внутри этого организма сформировать культуру, которая воспроизводит фактически специалистов, воспроизводит приверженность, передает вновь прибывающим сотрудникам знания, вот это, наверное, самое сложное. Это, наверное, самое сложное, и это может или получиться, или не получиться, но это залог успеха, безусловно. Ну, и таким образом люди могут сами развиваться, да, и не стоят на месте сами, если они пытаются обучать кого-то другого, и это, конечно, залог. Ну, а вот с точки зрения, все-таки, вот даже назвали рестор-магазины, да, это такие высокотехнологичные продукты, вот, есть ли какие-то сложности, там, не знаю, вы организуете для всех, не для всех, например, там, какие-то интернет-магазины, там, есть ли сложности, вот, с предоставлением, не знаю, какой-то, вот, единой корпоративной отчетности, то есть в IT есть какие-то, там, тонкости ведения этого бизнеса, или, там, все везде, там, одинаковые стандарты, какие-то используются механизмы? Смотрите, тонкости в IT лежат исключительно в сфере бизнес-процессов, то есть сложность действительно есть очень большая, потому что с точки зрения процессов розничных, да, мы сейчас пытаемся оперировать в самых разных сегментах, и логика бизнеса во всех бизнес-процессах, которые связаны с поставками, там, с цепочкой поставок, заказами с распределением товара, в электронике, в детских игрушках и в обуви и одежде принципиально разные. В общем-то, колоссальная сложность построить информационную инструктуру так, чтобы все эти вещи могли обсчитываться. Сейчас мы, в общем-то, этим занимаемся, занимаемся достаточно успешно, но это очень тяжело, и, наверное, в этом, если смотреть на инфраструктуру, там, одно из ноу-хау нашей компании состоит. Фактически, компаний, на самом деле, которые занимаются похожим бизнесом на то, что делаем мы, их довольно много, фактически, потому что мы же держатель где-то франшиз, где-то просто контрактов с брендами. Много таких компаний, много компаний, которые на развитии бизнеса по франчайзингу ориентируются, но компаний, которые бы оперировали в разных форматах, в принципиально разных форматах, разных секторах, в ручной торговле, их нет на сегодняшний день. То есть в этом смысле наша компания вполне уникальна, и вот мы, я считаю, что большие молодцы, что смогли так сделать. Про систему лояльности. Сейчас у наших покупателей набирают очень большую популярность различные системы лояльности. Тихон, у вас богатейший опыт. Вот расскажите нашим телезрителям о самой успешной вашей системе лояльности и самой неуспешной, если можно. Ну, у нас нет такого множества систем лояльности, чтобы можно было рассказать про самую успешную. Действительно, система лояльности в каждом бренде разная, только я бы поставил акцент немножечко по-другому. Совершенно не важно, какая система лояльности успешна, какая неуспешна. Этот успех можно найти. Другое дело, что для того, чтобы к решению этой задачи подойти, надо особым образом выстроить процессы, особым образом построить инфраструктуру. Вот это на самом деле сложнейшая задача. В России на сегодня очень мало компаний, которые бы выстроили свои процессы так, чтобы можно было бы эффективно лояльностью управлять, потому что большинство компаний просто тратит на это деньги. Что нужно, чтобы можно было вообще говорить об управлении лояльностью клиентом? Надо научиться копить данные об этих клиентах, и это на самом деле залог успеха. Потому что обычно как? Обычно имитируются карточки, раздаются их клиентам, раздаются клиентам, при выдаче карточки регистрируются какие-то данные, данные купятся, а потом через год, через два люди садятся и начинают думать, что же с этими данными делать. У вас, например, существует возможность использования одной карточки, например, я являюсь сторонником Apple, все время делаю покупки в Рестор, могу ли я с этой карточкой прийти в другую сеть, в Лего, например, и купить что-то ребенку именно с этой карточкой? То есть программы лояльности как-то пересекаются? Как-то пересекаются, это все довольно сложно, потому что здесь единственная сторона процессов еще бренды, и, например, есть бренды, которые считают не совсем корректным, чтобы и их карточка, карточка, и сети, которая сделана с ними, работала бы и в конкурирующей сети, такое есть. Но, опять-таки, еще раз, это не важно. Важно, как вы регистрируете данные о поведении клиентов. То есть первое, что нужно сделать, это надо выпустить карточки, второе, это их раздать, потому что на самом деле, как только вы начинаете этим заниматься, вы понимаете, что, в общем-то, большинство людей карточки эти не берут, они никому не нужны, да, то есть мотивировать клиента на то, чтобы эту карточку взять. Третья важнейшая вещь – это собрать правильную информацию про клиента. А вы какие-то ноу-хау используете в обработке этих информаций, какие-то алгоритмы у вас есть свои, которые… Третье – это правильно эту информацию обрабатывать, потому что фактически надо научиться анализировать поведение клиентов на основании поведения клиентов принимать какие-то решения. Любая система лояльности – это прежде всего плата за сбор информации, а во-вторых, уже возможно сделать своим клиентам правильное предложение. – Ритейлерам это вообще выгодно? – Баллы, не баллы. – Потому что вы сейчас рассказываете, уже начинаешь сомневаться, а зачем это ритейлерам вообще, система лояльности? – Я про это говорю, что чтобы это было выгодно, надо это делать правильно. Надо это делать правильно. Соответственно, я честно скажу, я на данный момент не считаю, что у нас все сделано правильно, и мы сейчас очень большие деньги на самом деле инвестируем в то, чтобы процессы были построены правильным образом, включая анализ данных, потому что анализ вот этих данных, ну вот есть огромная простыня, которую за три года все клиенты кто что покупал. На самом деле сделать выводы о том, каким клиентам сделать правильные предложения, уловить какие-то закономерности, сделать какую-то кластеризацию, но это достаточно дорогостоящие технологии, которые, по моему большому убеждению, ни одна компания, которая не является транснациональной, с многомиллиардным оборотом, не может принять. Это надо покупать. – Большое спасибо. Давайте о том, как правильно управлять пожеланиями, желаниями клиентов, в вашей системе, мы вернемся к этому после рекламной паузы, а сейчас реклама. Проблемы с бухгалтерией МБК – мир бухгалтерских консультаций. Ведем учет, сдаем отчет. Телефон 495-646-87-65. Мир-бк.ру И снова здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Секреты управления» и ее ведущие Александр Приколота и Наталья Шостун. – Здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор с Тихоном Смыковым, генеральным директором Inventive Retail Group. – До рекламной паузы мы с вами начали разговор о программах лояльности для покупателей, о том, что это, зачем это. Можем дальше продолжить. – С удовольствием. – Итак, мы рассказали о том, что существуют некие программы лояльности, которые важно не просто собрать, но и грамотным образом их обработать. И вот мы на этом остановились. Есть ли какие-то секреты в обработке этих данных, что вы предпринимаете в этом направлении, и какого результата хотите достичь, для чего это вообще все придумано. Потому что, как все известно, карточки выпускают все, что с ними делать дальше, там после выпуска мало кто знает. – Ну, собственно, да, здесь хочется предостеречь начинающие небольшие ровещные компании от того, чтобы просто копировать то, что делают другие, будь то успешные, по их мнению, неуспешные, потому что, ну, может просто не получиться, и здесь довольно большой шанс привести к убыткам. На самом деле, зачем нужна программа лояльности? У каждого роечного магазина есть два рода продаж. Есть продажи новым клиентам, вот кто-то шел, увидел, ух ты, красивый, хороший магазин. Зашел, поговорил с продавцом, если получил хорошее качество обслуживания, купил. Вот привлекли клиента. Второй род продаж – это фактически то, что определяется частотой покупок клиентской базы. Что такое клиентская база для роечной компании? Если она грамотно этим делом управляет, это ровно те люди, которые оформили карточки. Для этого карточки придумали. Карточка – это, на самом деле, идентификатор клиента. И то, как часто этими карточками пользуются. Вот если люди там в течение года карточкой воспользовались, это активная клиентская база. И фактически программа лояльности – это совокупность мероприятий, направленная на то, чтобы клиентская база, которую компания наработала, в компанию возвращалась и делала новые-новые-новые покупки. А вот как этого добиться, особенно в условиях, когда у вас много разных монобрендовых каких-то сетей, возможно ли какие-то между ними связи? Может быть, эта база, собранная в рестор, передана каким-то образом в базе лего? И вообще занимаетесь? Сейчас там очень часто раздражают всех какие-то бесконечные смс-рассылки, спам. Как у вас это происходит даже на уровне, может быть, технологий? Обмен базами и вообще рассылки? Что вы вообще практикуете? Смотрите, обмен базами для нас вопрос такой, как я уже сказал, довольно принципиальный. Между какими-то брендами мы можем это делать, между какими-то делать не можем. Просто здесь это вопрос приемлемости для нас, приемлемости для бренда и вообще потенциального интереса для покупателей. То есть, иначе вы совершенно правы, достаточно легко прийти к такой вещи, как спам. Конечно же, мы не пытаемся заниматься спамом. Вообще говоря, сообщение клиента, которое происходит, оно должно быть контекстнозависимым. То есть, как работает идеальная программа лояльности, как мы ее видим, как мы ее строим в данный момент времени. Как это реализовано, на самом деле, во многих местах, где речь идет о редких и дорогостоящих продажах, как, например, в автосалонах, в местах, где продают элитную мебель, элитную технику, на самом деле. Надо продавать клиенту то, что ему нужно. Вот, например, пришел клиент в магазин Samsung, купил замечательный смартфон, допустим, Samsung Galaxy S3. Сообщите ему что-нибудь через неделю, поинтересуйтесь, как у вас дела, предложите ему купить чехол. Или зарядное устройство. Или там любой другой эксцессуар, который, по вашему мнению, может ему понадобиться. Вот это интересно. Или происходит что-то, например, на юго-западе Москвы. Например, открывается новый магазин. Или происходит какая-то акция локальная. Выберите клиента, который может быть интересно, и дайте им об этом сообщение. Совершенно нулевая эффективность у массовых рассылок. Будь то SMS-рассылки, будь то e-mail-рассылки. Не надо этим заниматься. Если аккуратно посчитать деньги, это всегда приводит к убыткам. Вот по месту расположения, это если клиент указал, в данных свое местоположение, где он прожает, и где-то какая-то же геолокация. Это, конечно, как раз вопрос к сбору данных. Мне не очень понятно, как можно заниматься геолокацией твоих клиентов. Это мне, конечно, было бы идеально, если бы мы для каждого человека могли знать, какая у него зарплата, сколько денег в кошельке, где он в данный момент находится. Но, к сожалению, это, наверное, вопрос, пусть недалекого, но будущего. Да нет, все просто. Правильно составленная анкета – залог успеха. Должна быть, безусловно. Ну, тут два варианта. Первое, что в анкете написал. А второе, где ее покупают. Вот, собственно, и все. У вас есть какой-то отдел, который занимается системами лояльности? Или эти функции распределены между различными функциональными подразделениями? Понимаете, этими функциями занимается отдел маркетинга. Безусловно, в отделе маркетинга нужно формировать отдельное структурное подразделение, которое этим занимается, потому что, ну, собственно, мы сейчас уже понимаем, что так или иначе 20-30% нашего бизнеса – это бизнес постоянных клиентов. Мы сейчас формируем соответствующую структурную единицу. Это так непросто. Но это происходит с ростом бизнеса. Мы просто там растем довольно быстро. Это будет внутри отдела маркетинга, безусловно. Их будет задача как раз, чтобы люди покупали, они будут видеть объем продаж клиентской базы, они будут работать, на самом деле, с частотой возврата к нам. Вы сказали, что это у вас сейчас бизнес 20-30%. А ваши прогнозы, какую дополнительную прибыль в будущем принесут инвестиции в систему лояльности? Ну, я не буду говорить, какая дополнительная прибыль. Я скажу, что это, безусловно, окупится и многократно превзойдет вложение. Потому что что такое вложение? Во-первых, безусловно, нужна качественно хорошая CRM-система. Вообще говоря, на нашем масштабе в это придется инвестировать несколько миллионов долларов, чтобы построить это. Во-вторых, создание соответствующей организационной единицы – это, наверное, подразделение, несколько человек. Это пусть какие-то, может быть, не такие значительные, но тоже деньги. Если мы, во-первых, получим прозрачность, то есть научимся управлять информацией, которую мы получаем о наших клиентах, а во-вторых, доведем, на самом деле, до того, чтобы к нам приходили, допустим, три раза в год, и доля этих продаж будет даже не 20-30%, а 35-40%, это все окупится уже многократно. Тихон, а еще интересный вопрос. Связаны как-то между собой магазины, вот сети? То есть это они индивидуально как-то работают, либо это все-таки они знают, что они часть сети, и вообще там развиваете какой-то франчайзинг, как это все построено? И все ли все-таки там сделаны какому-то одному принципу? Адреса и телефоны, и даже знают, как у него много вопросов. Если говорить про принцип управления, то все магазины управляются ценообразно. Конечно, они знают, что они часть сети, конечно, они это понимают, конечно, они знают про все остальные магазины, они, в частности, видят их товарные остатки, они знают их адреса и телефоны, и даже знают, какой магазин как исполняет план продаж. Но это франчайзинговые сети или нет? Мы не занимаемся франчайзингом, все наши магазины собственные. Собственные? Да. Я вообще считаю, если честно, что франчайзинг – это дело вчерашнего дня, и сегодня развитие технологии таково, что франчайзингу нужно все меньше и меньше, особенно такой многоступенчатый. Вот мы сами работаем зачастую по франчайзингу с нашими поставщиками, но нам в помощь никто не нужен, мы сами все сделаем. То есть это проще управлять? Почему вы к такой мысли пришли? Это не проще управлять, заметно, возможно управлять. А если возможно управлять, зачем прибыли давать? Понятно. То есть франчайзинг – это дело уже вчерашнего дня, потому что… Я полагаю, что да. …когда необходимо очень быстро что-то распространить, да? Я полагаю, что да. А вот еще такое вот… Мы затронули программы лояльности, а конкуренция на вашем рынке довольно высокая, вот в этих сегментах, в которых есть там… Есть ли там у Apple, по-моему, есть планы по открытию каких-то своих магазинов, там, да, интернет-магазинов или еще что-то? Вы в связи с этим какие-то шаги будете предпринимать? Это вы чувствуете? Куренция на вашем рынке большая? Разная. В разных сегментах? Вот в электронике высочайшая конкуренция на сегодняшний день, высочайшая. Там очень тяжело, там происходит колоссальная трансформация рынка, какие-то сегменты, какие-то устройства просто умирают, появляются новые устройства, постоянно идет битва за новых клиентов, за новые продажи, за новые ниши, и все очень быстро меняется. И, помимо этого, рынок продаж, в общем-то, электроники, он достаточно консолидированный, там есть очень крупные игроки, которые имеют заметную долю на рынке, ну, включая нашу компанию, в частности, наша доля довольно заметна в продажах цифровой техники. Взять рынок игрушек, он гораздо менее конкуренции, точнее, он очень высоко конкуренции, но он фрагментирован туда. Легко зайти, довольно невысокий порог входа, и можно обеспечить быстрый рост, потому что и рынок растет, и сильных компаний очень мало. Пока что, наверное, там единственное, ну, не единственное, но есть несколько крупных сетей, но, тем не менее, ни у одной из них доля рынка не превышает 10%, если говорить про рынок детских товаров. Рынок спортивных товаров, ну, он очень высоко консолидированный. Там тоже тяжело и конкурентно. А так конкуренция сейчас всюду. То есть, концентрация такая вот на каком-то монобренде, как вы делаете, да? Не идет ли в этом опасность для бизнеса? Надо очень точно, наверное, отслеживать, что делают другие, там, как себя чувствуют эти компании, там, мы перечислили, там, Apple, Samsung. Это все очень важно на этом рынке. Вот, и как вы выбираете, например, следующую марку? Вы видите что-то там, у кого-то там потенциал большой? Конечно, мы выбираем бренды исключительно с точки зрения потенциала, и здесь, конечно же, важно не ошибиться, потому что, ну, бывает, что даже большие бренды исчезают в небытие, но что делать? Надо просто диверсифицировать свой портфель и постоянно этим заниматься, потому что, ну, что такое бренд? Бренд – это нечто, что имеет высокую востребованность среди своей аудитории, просто по факту своего существования. А вот вы сейчас бы открыли, например, магазины, сеть магазинов Nokia, например, или вот нет? Провокационный достаточно вопрос, я промолчу по поводу Nokia. Ну, я думаю, что если посмотреть на то, что происходит с этой компанией, в общем-то, ответ придется сам собой. Скажите, пожалуйста, вот что бы вы пожелали молодому специалисту, который хочет стать генеральным директором в вашем, так сказать, бизнес-портфеле? Что бы мы посоветовали молодому специалисту? Ну, во-первых, посоветовали бы упорно трудиться, ставить себе амбициозных целей и никогда не сдаваться, даже если не получается. Если молодой специалист хочет быть с генеральным директором, первое, чему ему надо научиться, это брать на себя ответственность за те решения, которые он принимает и не пытаться ее ни на кого переложить, включая там какие-то даже не лица, а внешние факторы, которые от него не зависят. Вот как только молодой специалист поймет, что все зависит только от него и будет действовать соответствующим образом, ну, все у него начнет получаться в продвижении в этом направлении. А какая ответственность тогда существует у генерального директора и какие возможности там что-то делать, что-то не делать? Он довольно самостоятельен? Какие решения он может принимать? Там увольнять, нанимать персонал, там участвовать как-то там в процессах общих компаний? Вот что он делает? Ну, слушайте, довольно интересно, на самом деле, про ответственность генерального директора очень хорошо все написано в российском законодательстве. Есть закон об обществе с ограниченной ответственностью, есть закон о открытых, закрытых акционерных обществах. Там все расписано очень подробно, но вообще говоря, как правило, во-первых, существуют какие-то процедуры корпоративного управления, в рамках которых генеральный директор действует, но он является исполнительным органом, то есть он имеет всю полноту власти в рамках веренных полномочий и, в общем-то, всю ответственность за то, что происходит с организацией. То есть не заплатил налогов, виноват, упало что-то где-то кому-то на голову, виноват и так далее, и тому подобное, но самое главное, это, конечно же, ответственность за исполнение бизнес-показателей. То есть успех или не успех компании, в следовании, выбранной и согласованной с акционерами стратегии, это, в общем-то, ответственность генерального директора. А как успешно директора справляются со своими обязанностями? Текучесть какая-то там в сети ваших магазинов есть или нет? Или там довольно постоянно все? Вы имеете в виду директоров магазинов? Да. Директоров магазинов. Очень по-разному директора магазинов. Ну, просто у нас магазинов уже больше двухсот, и с обязанностями все справляются по-разному. И, в общем-то, есть целая система управления розницей, управлением, в том числе, директорами магазинов, которые призваны обеспечить, чтобы во всех магазинах работали хорошие и правильные директора. Если директора неправильные, то, значит, их нужно убирать. Если их можно потянуть, значит, подтягивать. Если набирать, то набирать правильных. Но это же система управления персоналом. И все-таки, Тихон, Какая же в цифровых показателях текучка директоров магазинов у вас сейчас? И считает ли вы это приемлемым показателем или нет для вашей сети? Смотрите, у нас текучка директоров магазинов составляет порядка 25-30%. То есть в среднем у нас директор работает 3-4 года. Мы считаем это приемлемым. И если хуже, то есть если человек работает дольше, то это очень плохо. Значит, у него недостаточно амбиций, значит, его скорее всего надо менять. А если текучка выше, то это тоже очень плохо, потому что средний директор не обладает достаточным опытом для того, чтобы управлять магазинами. Соответственно, это тоже управляемый показатель. Первое, это управляешь этим уровнем подготовки и продвижением карьерной лестницы. То есть в принципе организация и структура компании второй, это управляешь этим системой мотивации и установлением вознаграждения. Это тоже такая же задача управления, как все остальные. Спасибо, Тихон, очень было интересно. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Можете пожелать что-нибудь нашим телезрителям? Ну, конечно же, могу пожелать телезрителям успехов. Хочу пожелать успехов. Я так понимаю, что передача, на которой мы находимся, она про секреты управления. Наши телезрители, в общем-то, стремятся этими секретами овладеть. Желаю в этом преуспеть. Желаю быть пытливыми и не только впитывать в себя знания, но и стараться как можно больше применять их на практике, потому что, ну, секреты их только с опытом можно узнать. Спасибо. В эфире у нас была программа «Секреты управления» и наш гость Тихон Смыков, генеральный директор Inventive Retail Group. На этом прощаемся с вами. Ведущие Александр Приколота и Наталья Шастун. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok